СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У этого молока какая жирность вообще? Не молоко, это жир. Жесть. Афу. Владимир, вам можно сделать чай или кофе? Сделайте шуму. Всем доброе утро. Ну что, Владимир, есть мысли, как нам отсюда выбраться? Пока нет. Ну, может, обсудим? Так, дайте мне сосредоточиться. Понял. Молчу. Что-нибудь осталось поесть? Только бутерброды и яйца. Ну, класс. Что там, Аня? Лучше не спрашивай. Да. Так, все, я в сарай. Между прочим, в сарай, ну, самое место, потому что там все ненужное лежит. Никит, камон, он нам не поможет, надо самим выбираться. Да, я понимаю. Я уже ищу покупателя, но в один день это нереально сделать. Мне нужно поехать в Москву и поговорить с Аней. Маслов только магнийский не забудь привезти. Постараюсь сделать так, чтобы он сам меня отпустил. Есть кое-какая идея. Денис, привет. Привет. Ты до скольки сегодня? Вообще-то это у меня надо спрашивать. А что? Просто думала, может зайдешь. У меня мама с папой к родственникам уехали. Ну, в общем, я одна буду. Если что, заходи. Зайду, конечно. Ну, ладно. Ну, Дениска, поздравляю. Раз такое дело, Адресню Конскую сегодня вычесывать не будем. Почему? Если хочешь, можно и вычесывать. Но от тебя же до соседней деревни вонять будет. А у тебя, как-никак, потрохушки намечаются. В смысле? Вы про Дину, что ли? Про Дину, конечно. Можно подумать, она тебя повидло с чаем зовет кушать. Глава фонда Владимир Марченко до сих пор находится в розыске. Следственный комитет готов выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей за любую информацию о местонахождении подозреваемого. Напоминаю, что мы обсуждаем закрытие фонда Global Ventures с юристом компании Гаврилов и партнеры Дмитрием Гавриловым. Дмитрий, как вы считаете, что может грозить Владимиру в случае его задержания? Да, ну, как показывает мой адвокатский опыт, скорее всего, это будет домашний арест, пока идет следствие. Ну, а после максимум условный срок. Козлов, внимательно. Здравствуйте. Я знаю, где находится Владимир Марченко. Записывайте адрес. Саратовская область. Деревня Жуки. Дом. Ну, зелененький такой старый. Еще один теперь в Саратовской области. Ну, и что он там делает? Ну, в сарае лежит. А что там у него в сарае? Яхта? Ничего, какая яхта? Он просто на мешках лежит. Ну, а мешки-то хоть с деньгами. Почему не лежите? Верю. И тебе, и еще ста таким же бдительным гражданам, как ты. Ну, какая Саратовская область. Я больше верю, что он в Барвике или в Монако. Да это он. Все, хорош баловаться. Товарищ Атиланд, здрасте. Чего делаете? Пока непонятно, Никитос. Может, ремонтирую, может, доламываю. Чего хотел-то? Скажу прямо. Хочу отпроситься у вас в Москву на один день. Я тоже тебе скажу прямо. Нет. Серёня, мне послышалось, или парень едет в Москву? Во-первых, дядь Паш, не надо называть меня Серёней. А во-вторых, он никуда не едет. Ну, мне лекарства нужны были, а у нас они втрое дороже. Я быстренько за деньгами сбегаю. Я же сказал, он никуда не едет. Маш, тут парень в Москву едет. Тебе ничего не надо отправить, а? Слава тебе, Господи, мне надо сестре своего мёда отправить. С прополисом, а она от матик. А в Москве-то ведь нет настоящего мёда. Она лежит, задыхается. Чего? Маш, а Васильичу нашему ничего не надо в Москве там? Как это не надо? Ещё как надо. Я, можно сказать, сплю и вижу, когда кто-нибудь поедет в Москву, купит мне эту новую, как её микросхему для телевизора. Ведь в нашей-то глуши этих микросхем из древней не водилось. Закончили? Ну всё, поклоны по гримёркам. Ну извини, сынок, мы не артисты. Да-да, зато гонорар просите, как артисты. Никитус, ты что, я прав в дом, что я поведусь вот на этот цирк? Ты же мне уже как родной. Я тебя на шаг вперёд вижу. Товарищ Леонид, пожалуйста, у меня реально отменилась свадьба. Со мной Аня не разговаривает. Ну и правильно делаешь, что не разговаривает. Ещё одно такое представление, я тоже с тобой перестану разговаривать. А это опасно. Всё, свободен. Субтитры сделал DimaTorzok Эверина Геннадьевна, здравствуйте. Значит, слушай меня и запоминай. Ты мне не нравишься, но ещё больше мне не нравится, как моя Аня по тебе убивается. Поэтому я решила твою проблему. Сейчас приедет человек из военкомата и всё сделает. Всё. Алло. Понял. Значит, объясняю один раз. У нас на ферме дёргать можно только сиськи коровам. Всё остальное в нерабочее время. Да я... Я просто смотрел. Да? А смысл просто смотреть? Ну, я хотел подтянуть теорию перед вечером. Я ж в этом деле начинающий. А, понятно. Ну, если ты начинающий, то тебе о другом волноваться надо. О чём? Ну, что поезд твой с опережением графика придёт. Понял? В смысле? Ну, смотри. Она только кроссовки начала надевать, а ты уже на финише. Она только села книжку читать, а ты уже на последней странице. Она в баню. Я понял. А делать-то что? Ну, есть один проверенный способ. Ты, когда у вас до этого дела дойдёт, думай о чём-нибудь неприятном. Типа... о навозе? О чём неприятном? Наоборот, навоз-то села, удобрение. Ну, а о чём ещё? Ну, я не знаю. Ну, придумай что-нибудь пострашнее. Ну, например, что у тебя мать умерла. А чё-нибудь другое можно? Думай, чё хочешь. Только чтоб холодок по спине. Ужасное что-нибудь. Вот тогда долго продержишься. А так. Будут звать тебя. Дениска, пять секунд. Ты смотри, не унимается. Бомжара какой. Козлов, слушаю. Это снова я, Ишуков, по поводу Владимира Марченко. Я вам фотку скину, вы получили? Получили. Вы извините, что не сразу поверил. Так, смотрите. Мы выслали к вам оперативную группу. Ожидайте. Круто. А как я могу деньги свои получить? Деньги я привезу вам лично. А вы помните, куда ехать? Мы запеленговали вас по мобильнику. Находитесь рядом с ним. И больше не звоните, чтобы не вызывать подозрений. Всё, отбой. Ты куда? Сейчас приду. А лучше ты приходи минут через пять. Блин. Блин. Думай о плохом. Думай о плохом, об ужасном. Это вам для мозговой деятельности. Спасибо. Ну, как думаете? Плохо. Погадай здесь. Слушайте, ну а если вас поймают, то это прям конец. Просто один эксперт по телеку сказал, что вас максимум под домашний арест посадят. Но у вас дома лучше, чем в этом сарае. А ты веришь тому, что показывают по телеку? Ну, не особо. Ну, а какой смысл им врать? Они говорят, вам максимум условный срок дадут. Ну, это ж не страшно. Забыл, в какой стране живёшь. Давай-ка я расскажу тебе, что будет, если меня поймают. Неделю буду скрутить по всем каналам. Какие они молодцы, как хорошо работают. Потом показательный суд. А потом меня найдут в камере. Ну, например, с признаками удушения. Основная версия. Не выдержал психологического давления. Вот такого тебя по телевизору не покажут. Извините, мне срочно надо сделать кое-что. Ну, ты чё застрял? Диня, а чё случилось? Ничего. Так, а ну-ка рассказывай. Мама. Что мама? Умерла, мамочка. Как? Когда? Только что. А чё случилось? Извини, я пойду. Мама. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищ полковник. А вы откуда здесь? Человечка приехал забрать. Никита Давыдов. Альтернативную службу у тебя здесь проходит. Серьезные люди из Москвы попросили. Ах, да так. Опять двадцать пять. А я чуть не повелся. Слушай, артист, а ты в курсе, что у тебя за эту форму уголовка светит? Ты что, старли? Какая уголовка? Играешь шикарно, базара нет. Ты из какого театра, что ли? С какого театра? Ты что, бухой, что ли? Я тебе говорю, к Давыдову отвези меня. Художественный руководитель, что ли? А что отвезти-то? Можем его сюда пригласить. А ты пока в камере. Роль зэка, порепетируй. Старлет, ты что, оборзел? Ты смотри, до конца доигрывает. Красавчик. А? Вонючий случай. Алексей Иванович. Да? Надо скинуться, кто сколько может. У Алексея Ивановича такая СЗП, что он сам скоро откуда-нибудь скинется. Что за повод, Денка? Да ужас. У Дениса нашего мама умерла. Как? Господи. А где он сам? Не знаю, убежал. Наверное, дома. Вы это, у Маслова его отпросите, да? Чтобы он нормально уехал домой. Погоди. В смысле, убежал? Вы что, это самое, что ли? Какая разница? Большая. Как он узнал про мать? Ему что, позвонил кто-то? Я лично звонка не слышала, я в другой комнате была. Алексей Иванович, ну это тут при чем? Оперуполномоченный Козлов, слушаю. Это снова я, Ежуков, по поводу Марченко. Ну, как дела? Знаете, я хотел бы отменить опергруппу, не надо приезжать. Это не Марченко, это другой человек, просто он очень похож. В смысле отменить? Мы тебе что, доставка пиццы? Деловой, блин. Я вон по ГЛОНАССу смотрю, опергруппа уже рядом с тобой. Стой на месте, не двигайся. Сейчас ФСБшники сюда приедут. Откуда здесь ФСБшники? Некогда объяснять, я вас дал. За информацию о вашем местонахождении обещали деньги. Я думал, я их получу и мы откупимся от армии. Я же не знал, что вас убьют, я думал, вам ничего не будет. Пожалуйста, давайте быстрее, они сказали, что уже рядом. Ты урод. Сюда. Туалет. Все. Снимай штаны. Все. Закрывай, как было. В дом зашли. Давыдов! Я Давыдов. В смысле, так точно. Собирайся. Да я, собственно, собран. Вот только ребят не могу найти. Сейчас позвоню им. Каких ребят? Я тебя одного забираю. Как одного? Мне сказали, забрать человечка, а не человечков. А, нет-нет. Сейчас. Минутку. Да. Юлина Геннадьевна, здравствуйте. Тут какое-то недоразумение. Вот за мной приехал человек из венкомата и говорит, что забирает только меня. Одного. Ну и? Ну, а ребята? Какие ребята? Ты что, торгуешься со мной, я не пойму? Я не собираюсь спросить ни за каких твоих ребят. Я и так репутацией рискую. Ну, они не какие-то. Вообще-то, это мои друзья. Я все сказала. Ну, ты едешь, нет. Решай давай, нам еще сто километров трястись. Я остаюсь. Ну, смотри. Я, если что, свое дело сделал. Идут к машине. Чего-то быстро. Товарищ полковник, насчет меня. Я это, лишканул, признаю. Забыли, ладно? Подойди сюда. Вот теперь забыли. Поехали. Уехали. Странно. Сходи, аккуратно посмотри. Никит, а ФСБшники еще вернутся? Какие ФСБшники? Ну, вот же, с Владимиром приезжали. А, нет, это из венкомата. Был вариант уехать, но там не срослось кое-что. А, получается, это не опи-группа была? Артемий, ну, у тебя температура, что ли? Ввиду большого количества ложных обращений о местонахождении Владимира Марченко, Следственный комитет отменяет объявленное ранее вознаграждение. Поиски продолжатся собственными силами. ПЕСНЯ А я тебя везде ищу. Ты куда пропал? Я один хотел побыть. Слушай, а как это произошло? Ну, с мамой? Я не хочу об этом говорить. Это, наверное, случилось быстро. В смысле? Ну, это же она первый раз умерла. Первый раз всегда быстро. Потом уже будет как-то подольше умирать. А на пятый шестой раз вообще можно будет контролировать момент смерти. Динь, Динь, подожди! Анют, привет! Наконец-то! Тебя отмазала мама, но ты решил не ехать без Дэна и Артемия, да? Так, спокойно. То есть ты выбрал их? Они мои друзья. А я тебе кто? Анют, ну чего ты... Ничего, все понятно. Ань! Эй, хэм, ласэ, ищу! Субтитры подогнал «Син»! Продолжение следует...